Около ста кадетов приняли участие в Спартакиаде. Казачаты свято чтут свои традиции, поэтому перед началом соревнований общая молитва. За активную и целенаправленную работу по воспитанию здорового образа жизни у подрастающего поколения учителям были вручены грамоты. Далее напутственные слова и пожелания от почетных гостей. Я всегда желаю в таких случаях победы всем. Даже то, что вы пришли на эти соревнования, вы уже победили. Вы являетесь победителями в своем классе или в своей школе. Успехов вам и пусть победит сильнейший. Ребята соревновались в различных военно-спортивных дисциплинах. Потягивались на турнике, разбирали, собирали автомат, снаряжали магазин патронами. В тире школьники определяли, кто из них самый меткий. Кто лучше держит строй, дружнее поет, выясняли в конкурсе «Песни из строя». Организаторы признаются, что такие соревнования очень нужны, так как имеют исключительную патриотическую важность для подростков. В первую очередь мы воспитываем в наших детях дух патриотизма. Мальчики – это защитники нашей Родины, а девочки – это те люди, которые их будут ждать дома верно. Ну и к этому прилагается все уважение к старшим, вера в Бога, вера в православие. Православие плохому не научат. В любом случае мы стараемся привить им казачий дух, любовь к Отечеству, готовность служить Родине, чтобы они были патриотами, не жалели себя, как, например, и наши деды и прадеды. На Спартакеаде присутствовали совсем еще юные казачата. Валерия Ведякова из 12-й школы продемонстрировала свои танцевальные способности, а Анна Демьяненко из 24-й школы «Хутор-Аутаж» показала умелое командование своим отрядом. Из колонны в воду, в колонну в воду, остановись! Раз, два, три! Налево, раз, два! Направо, раз, два! Спейся вперед, шагом марш! Тише, солдарь! Слышишь, солдарь! Люди пытаются живо! Программа предусматривала не только состязания по военно-прикладным видам спорта, но и посещение музея школы номер 15 и проведение беседы на антинаркотическую тему с показом кинофильмов. Кадеты признаются, что, обучаясь в казачьем классе, они с юных лет получают именно те знания и навыки, которыми должен обладать настоящий защитник Родины. По итогам соревнования бронза достала шестиклассникам пятнадцатой школы, а пятиклассники школы номер 15 заняли второе место. Победителями четвертой спартакиады кадетов казачьих классов стали семиклассники двенадцатой школы. Ребят наградили грамотами, после чего всех накормили вкусной кашей. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.